Александр и Ирина Смолениновы несколько лет назад переехали в деревню Заболоте. Друзья-мастера помогли поставить бревенчатый дом, ручной рубки и без единого гвоздя. Такие избы издавна рубили в Архангельской области. В такой вот деревенской обстановке и проживает многодетная семья Смолениновых. Со временем Александр и Ирина хозяйством обзавелись. Мы с женой давно занимаемся русской культурой. И мы занимались деревянным зодчеством, ездили в экспедиции, создали свой музей. Ну и как бы само по себе перешло в то, что нам нужно было собственное хозяйство. Мы хотели иметь свое молоко, так как у нас много детей, у нас шесть детей. Мы хотели, чтобы они, мы пекли для них настоящий хлеб, выращивали какие-то ягоды, помидоры свои, без всяких химии, без всего. И пришли к тому, что нам нужно и молоко, и мясо тоже свое. Поэтому мы завели коров, лошадей, коз. Постепенно излишки мы стали продавать. Когда у нас уже появилось большое хозяйство, у нас сейчас больше 30 там коров, коз 20. Мы познакомились с губернатором Воробьевым. Они помогли нам приобрести еще землю. Периодически мы встречаемся с губернатором. Буквально на этой неделе он должен к нам тоже приехать. И постоянно поддержка идет от Минсельхоза. На сегодня в Раменском городском округе насчитывается более 30 крепких фермерских хозяйств. Единомышленники предложили Александру Смоленинову руководить ассоциацией раменских фермеров. Много лет эту организацию возглавлял знаменитый на всю страну фермер Владимир Акатьев. Стали чаще встречаться, сейчас в связи с коронавирусом меньше, а так мы каждый месяц проводим собрания, выясняем какие сложности, у кого объединяемся по заготовке кормов совместно, по разным другим вопросам. Все время мы как бы на связи, у нас есть общий чат, мы все время общаемся. Потом при поддержке губернатора Московской области была создана новая организация фермеры Московской области, ФМО называется. Я вошел в ее совет и многие наши раменские фермеры, такие как Веселая Коровка, Фонкин Михаил, они тоже вошли в совет этой организации. Всем известный Олег Сирота, это из Истринской сыроварни. Это были у истоков этой организации подмосковных фермеров. И таким образом раменские фермеры влились в фермеры Подмосковья в эту организацию. Есть еще организация фермеры Подмосковья. Александр Смоленинов работает здесь в руководящем составе. Говорит, если вы всерьез хотите заняться фермерством, нужна помощь или совет, обращайтесь. Очень много хозяйств, которые живут в таком подпольном положении, они не выходят, особо варятся в собственном соку, там не знают ни про какие программы, ни про поддержку государства. Вот, мы призываем таких выходить на нас и идти дальше. Потому что буквально в том году 4 хозяйства мы помогали, как бы объясняли, как мы получили гранты, и им объясняли. У нас по Ураминскому району 4 хозяйства получили в Минсельхозе гранты по 3 миллиона рублей на развитие начинающих фермеров. На развитие собственного хозяйства или производства может уйти не год и не два. У начинающих фермеров есть возможность поучиться на чужих ошибках и наработках. Александр готов о них рассказать и помочь. От личных качеств, от устремления человека, как он к чему готов. Но я думаю, что вот сельское хозяйство это очень такие длительные сроки, это от 3 до 10 лет, когда хозяйство встает серьезно на ноги. То есть вот не надо тешить себя. Многие так думают, вот я там сейчас брошу работу, заведу, и у меня там через год будет прибыль большая. Вот каждый рубль вложенный потихоньку, прибыль получаем, вкладываем, получаем, вкладываем. И начиная там с третьего года начинается только где-то небольшая отдача. И действительно хозяйство там встанет на ноги где-то там лет через 5-7. Егор Кабанов и Ольга Скрябина для программы «Городские вести». Продолжение следует...